Вот так выглядит национальный календарь прививок, утверждённый российским Минздравом. Всего в списке 12 инфекций. И почти от всех прививают в возрасте до одного года. Это самый опасный период, когда иммунитет ребёнка ещё не сформирован. Поэтому так важно вовремя защитить его от инфекций. Особенно это касается тех, кто находится на искусственном вскармливании. После полутора лет, как правило, проводится повторная ревакцинация. Некоторые препараты колются трёхкратно. В каждой стране свой перечень болезней, от которых принято прививать. Если в России, как и в Великобритании, их 12, то в Германии 14, а в Штатах 16. У нас в календарь прививок не входят уколы от ротовирусной инфекции, ветряной оспы. Против гепатита А делают только по эпидпоказаниям. И вообще отсутствует вторая ревакцинация против коклюша. Главный внештатный педиатр регионального Минздрава Светлана Пыркова развенчивает мифы по поводу возможных осложнений после прививок. Больше всего родители боятся так называемой БЦЖ. Это укол против туберкулеза, который делается ещё в роддоме на третий-четвёртый день жизни малыша. В Самарской области за последние три года зафиксировано всего два случая местной реакции на эту прививку. И это было даже не осложнение, а, как говорят доктора, более медленный поствакцинальный процесс с повышением температуры до 38 градусов, что само по себе не так уж и страшно. В данном случае норма ВОЗ по осложнениям от 1 до 4 процентов. У нас же всего два случая. При этом у невакцинированных детей в нашей стране риск заразиться туберкулезом в 15 раз выше возможного негативного эффекта. Чаще всего вирус передаётся даже не заболевшими, а его носителями. Таковыми после 10 лет могут стать 9 из 10 детей. Почему мы рекомендуем детям сделать прививку от туберкулеза в возрасте именно несколько дней от рождения? Потому что, в первую очередь, тот самый вакцинальный препарат, он защищает детей первого года жизни. Это не профилактическая мера. Это мера защиты от осложнённых форм, таких как диссеминированный или максимально распространённый туберкулёз, туберкулёзованный менингит или энцефалит. То есть, в случае, если ребёнок встретится с этой микобактерией в более юном возрасте, и до года, а иногда и до трёх лет, если ребёнок не вакцинирован, то мы получаем то самое страшное, чего мы боимся. Всё чаще в Самарской области встречается коклюш. За последние три года им заразились более 400 детей. Чаще болеют гепатитом В, растёт число смертей от пневмонии. В этом сезоне таких случаев особенно много. Мы сейчас уже детей, рождённых начиная с 2014 года, всех в 97-98% случаев привили от пневмокока. А дети, кто не попал в эту группу, они должны, и мы им рекомендуем, прививаться на каких-то других условиях. То есть, не по ОМС и не бесплатно. Нельзя делать прививки при наследственной склонности к определённым видам аллергии, а также в ряде частных случаев, когда имеются специфические диагнозы. Например, детей, рождённых от ВИЧ-инфицированных пар с живыми вакцинами, не прививают. К слову сказать, такие живые препараты используются при вакцинации от кори, краснухи и паротита. Если же до года нужные прививки ребёнку по каким-то причинам не делались, наверстать всё это можно и в более взрослом возрасте, но уже по индивидуальной схеме, разработанной врачом.